Платежеспособность населения падает, долги растут. Жители Ленского района задолжали энергетикам 65 миллионов рублей. Это заставляет ресурсоснабжающие организации идти на крайние меры, отключать населению свет. Помогает ли это и кто главный неплательщик в сюжете Марины Крутихиной. Долг жителей Ленского района за электричество достиг 65 миллионов рублей. Из них основная доля 33 миллиона приходится на город, поселки Витим и Передуй. Хотелось бы обратиться к жителям данных поселков и, соответственно, к жителям города Ленска, чтобы посерьезнее отнеслись к этой ситуации. Основная задолженность у нас в основном по городу Ленску – это у нас микрорайон Северный, это Мухтуя и микрорайон Разведчик. Центр города в основном оплачивает ровно. В отличие от молодых и работающих горожан, самыми добросовестными плательщиками остаются пенсионеры. Они оплачивают услуги вовремя и полностью. Потому что мы боимся долгов, нам не надо долги, а им все равно. В первую очередь задолженность населения влияет на ремонтную программу Якутск Энерго. Вложники не задумываются, что у предприятия нет свободных средств для проведения плановых работ. В долгу перед энергетиками не только жители, но и целые управляющие компании. С ними все гораздо сложнее. На сегодняшний день мы ведем претензионно-исковую работу с этими учреждениями. Здесь нужно, наверное, жителям, тех, кто находится в управлении той или иной управляющей компанией, обратить на это внимание. Как бороться со злостными неплательщиками? Мы решили узнать у добросовестных клиентов. Ну, наверное, проводить более воспитательную работу, более целенаправленно объяснять людям, разъяснять, что от них зависит благополучие других людей. Отключать, чтобы не страдали мы, потому что надо платить вовремя. Мы пенсионеры платим вовремя, пусть и они платят вовремя. Долг значительных размеров может привести, в лучшем случае, к отключению электроэнергии, в худшем – к судебному разбирательству. Следует помнить, что процедура обратного подключения к электросетям довольно длительная и платная. При повторных случаях ее стоимость возрастает. А самостоятельное подключение – это большой штраф, который только увеличит размер основного долга. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...